Территории Турции так миллионов 15, наверное, живут, да? Ну, они распадутся. Раньше это что было? Византия была. Никакой не Стамбул, это Византия была. Не, ну, Эрдоган, конечно, он молодец. Слышите, есть храм Константинополь, да? Константинополь. Они его в Стамбул какой-то переименовали, непонятно какой. И он в храме Святая София, наша София, построена по его, собственно, как бы близким аналогам. Как я понимаю, может, я ошибаюсь? Поправить. И вот они его превратил, он его взял в действующую мечеть, превратил. Вот это опять поставил там фотографию, он там что-то делает, там эти намазы, или как он их, этот мула там из этого кричит, они же там построили минареты эти. Это же, ну, разве так можно издеваться над нашими святыми главными? Это же он шутит с огнем, у них же там, вы же видите, что творится. То у них наводнение, то у них морозы, то у них снег, то там землетрясение, то в селе сходят, то еще что-то. Теперь это лира упала, инфляция, девальвация, уже есть нечего, очереди за хлебом стоят. Там такое творится, он говорит, что он будет у нас этим посредником между Зеленским и Путиным. Ну, такой, конечно, интересный парень. Он бы домом своим занимался там, у него уже там сколько. Больше половины населения не может себя обеспечить самой необходимой едой. 75% имеют долг, представляете, то есть не могут рассчитаться с долгами. Разные имеют там кредиты, там задолженности и так далее. А он решил это вот внутренними своими делами займись. Займись внутренними, гибнут у него эти курорты уже, скоро там ничего не останется, уже никто туда ездить не будет. Мусор убирать не могут уже в этом Стамбуле и так далее, в этой Анкаре. Он это вот вмешивается в эти дела. Я думаю, очень тяжелая ждет перспектива вот эту сублимацию под названием сегодняшним. Он хочет там, как это он говорит, Тюркскую империю построить. Ну, ты у себя там в доме разберись, там близко. Мусор научитесь раздельно собирать. Он будет, то есть, строить там. Вмешался, что одного за одним главнацбанком меняет, меняет, как перчатки. Они ему объясняют, что надо лиру не печатать. Тогда не будет девальвации, инфляции. В январе уже инфляция минимум 15%. Он будет заниматься Путином и Зеленским. Ну, конечно, артист великий этот Эрдоган. Это все от того, что долго у власти находится. Нельзя так их долго держать. Четыре года это максимум, а потом и до свидания. И все, и забудь дорогу на эту высоту. А они вот это как только уже даже пять, шесть лет очень много. Посмотрите, он Макрон, шесть лет будет в этом году. Уже все, полностью разложившийся субъект. Совершенно, уже понятие даже есть негативное. Макронизм, да? Уже почти как омикрон. Макрон, омикрон. Близкое, да? Дальше, кстати, идут такие, говорят, греческие буквы, как ПИ, ПИРО. Ну, Р, да? ПИРО. А если две сразу придут? Сейчас пришла одна, микрон, омикрон, да? А придет две сразу. Ну, и тогда что делать? Новые там будут цепочки. Еще и тогда делать будем. Полное ПИРО будет. Если, не дай Бог, три ПИРО, тогда что делать? Ох, никто не хочет реальными делами заниматься. Все хотят заниматься чужими странами, оккупацией, захватами, агрессией, там еще чем-то там другим, там вот какими-то правами чужих каких-то. Вот все влезут чужое. Чужие песочники, чужие эти все. С собой занимайтесь. Все себя там, знамедите какой-то порядок, потом лезьте к другим. Вот. Но в Великобритании, конечно, Борису Джонсону и Королеве большое спасибо за такую поддержку Украины. Очень она кстати. Ну, и в принципе, можно как бы уже и начинать освобождать. Вот так еще немножко оружия будет, да ракет. Так уже можно и попробовать пилотный проект сделать. Ну, Аваковаш надо, он же говорил в Штаты, помните, ездил, что он будет это делать. Может, Яценюка пусть возьмет с собой там так, это для этого, как говорится, Яценюк с бородой сейчас такой хороший, как уже почти на этого похож на Набинского. Но бороду надо чуть-чуть больше ему вырастить, конечно. Вот. И тогда его как бы вот вперед бросать. Он может, он такой как раз для такого. Яценюк можно его хорошо использовать для таких фальшивых плацдармах. Дать ему какую-то группу, у него шепот, говорят, есть там в России, они там говорят, что он был на Кавказе, там, и так далее. В периоды чеченских войн, там, в Абхазии или где там. Вот. И вот, так сказать, собрать ему такой немножко. Помог бы там ему кто-то там типа. Ну, и Портников, например, там, или еще там у Портникова тоже много видно таких знакомых. Если они вместе туда так раз бы, и нормально. А этот Аваков там сбоку сразу, и нормально с английскими гранатометами, да хорошо подготовленными украинскими патриотами, националистами. И нормально, Макеевку бы освободили, там, или Горловку. И уже было бы как-то так на душе радостно и веселее. И все, и потом сразу туда английский контингент завели, англо-канадский, до свидания, все, рученьки тут, в чем дело? Пуговицам претензии есть? Нет. Пришиты намертво, не оторвешь, да? А, говорит, а рука в гульфику кто пришил? Ну, говорит, это не мы, мы тут ни при чем. Вот, ну, это так, но, в принципе, это классно. Это очень хорошо. Конечно, Германия тут нас очень сильно разочаровывает вместе с этим социалистическим пареньком Шольцем и зеленой Бербок, да? Аналета, Аннулена, Аналина. Такая интересная женщина. Вот уже к Лавруус ездила, постояла возле неизвестного солдата. А чего ж ты в Украине не поехал? Он поехал бы в Успенский собор, постояла бы там, как вместе вы, Гитлер вместе с Сталином подорвали Успенскую Лавру, Киево-Печерскую, да? Посмотрела бы, как там Успенский собор был взорван, когда президент Словакии туда зашел, а потом вышел. И эти партизаны сталинские повернули рубильник. Ну, тогда ж не было сразу интернета, все. Поэтому пока это ж... Президент Словакии не погиб. А собор взорвали, взорвали. Вот. И, конечно, слава Богу, что восстановили. Все-таки Кучма в этом прямое участие принимал. Поэтому и жив, наверное, до сих пор. Саша Амельченко, земля ему пухом. Ну, все-таки были величайшие святыни наши, божественные, восстановленные. Вот. Вот туда бы пошла. Заодно бы пошла, в Быковню поехала бы, там посмотрела, сколько замученных. Повезли бы ее на Днепр, там, где был лютошский этот плацдарм, где Жуков и другие фальшивые были плацдармы, где Жуков и Ватутин положили сотни тысяч молодых украинцев, которых с досками на этих бревнах пускали, на эти фальшивые плацдармы, как живое мясо тогда, сколько в Днепре погибло наших украинцев, наших мальчиков тогда. Пошла бы, посмотрела, как это два гада делали, Сталин и Гитлер, Шекильгрубер и этот твой, и этот Джугашвили, а ты туда к ним и поехала. От Шекильгрубера поехала в Джугашвили туда, в этот, на кладбище, на Красной площади. Интересно, она туда, к Ленину, в Мавзолей ходила, там, мумию целовала, этого Ульянова Бланка, этого Антихриста, или нет? Вот интересно, прикладывалась она к нему или не прикладывалась? Как там у них, у Зеленых, они это делают или не делают? В Бабияр бы сходила, там, где наших Телегу расстреляли, и там, других на Гольжице, и так далее. Ну, и этих же, сколько Ашкеназов положили, тоже. Чего же вы ее туда не повели? Тоже бы постояла бы, тоже подумала бы хоть чуть-чуть, бы поняла, куда она приехала, в какой город, что это такое Киев. Что же вы ее так, это, кулеба? Надо было девушку просветить, а то, что же ее Лавров сразу к этому повел, на могилу еще туда. И к Сталину повели, и к этому Дзержинскому сводили, еще кому-то там, к Ленину. А вы ж чего не повели? Куда надо, чтобы она реально увидела, а то, что же, приехала и уехала. Мозгов, потому что нету. Мозгов нету, надо же продумывать. Сами не знаете, так умным людям обратитесь, позвоните. Есть же у нас очень много, еще осталось в Украине умных. Чего же вы такие? Все же. Надо думать, мозгами думать. А то, что если думаете, что, если в кресло сел, в здание, так что, мозги добавили? Ничего не добавилось. Как мозгов было, так и осталось. Кресло, да. Кресло, оно греет. Ермак, по Ермаку знаем. Вот его там сразу сидение Мерседес купил, сразу там оно у него начало греть. А как иначе? Было холодно, потом стало греть. Чего ж Мерседес купил бы? Купил бы он в Запорожске какой-нибудь автомобильчик бы. Чего ж Мерседес было покупать? Тоже же это же как бы вот характеристика субъекта. Что видим? Видим, что Великобритания начала выполнять свои обязательства по защите Украины. Не знаем, насколько, как долго. Канада начала немножко. Ну, морозы у них там это хорошо, там 25-30 градусов. Там вся Канада сейчас снегом и морозы. Морозы такие хорошие, морозы. Интересно, как они там справляют? Как у них с газом, с углем, с электричеством. Что-то совсем труду не слышно. Но говорят, что будут поставлять оружие должны, едет их спецназ и так далее. Это хорошо. Канада, это хорошо. Ну, там украинцев там наполовину, как тот высоцкий пел наш народ про Израиль. А в Канаде тоже наш народ. Там памятники стоят. Только они должны чуть-чуть там пошкрябать каждый у себя где-то в районе сердца. биографии свои посмотреть, там портфолио. Очень много с Украины бежалов. В разные времена, как начали тогда бежать, еще во времена Московской империи, этой гребаной. И потом все же империи, то большевики, коммунисты, то царат этот ненормальный, то одно, то Валуйский указ, то Эннский указ, оккупация, война и так далее. Там это, кстати. Там брат, кстати, дедушки Меркель, ну, не Меркель, а Казмерчак или как там ее, он воевал против украинцев. Я думаю, откуда у нее такая, в общем-то, такое неприятие, мягко говоря, украинцев. А это у нее в крови, вот это все в крови, по роду передается. Она так, не любит она нашу Украину.